Это помещение много лет пустовало. Затем хозяин сдал его в аренду Аилукмуту. Таким образом, в 2014 году в селе появился детский сад на 20 мест, который был организован при помощи местных жителей. А четверть века назад село Дженеалай отделилось от Гульчинского Аилукмуту Алайского района. Владелец участка не живет здесь более 10 лет. Сельчане договорились брать дом в аренду и открыли здесь детсад. Сначала сюда ходили 20 детей, а затем 40. В начале года стоимость аренды выросла и в итоге детский сад перенесли в здание Аилукмуту. На обустройство помещений для 60 детей из местного бюджета было направлено 400 тысяч сомов. Само же строение возведено в 80-х годах прошлого века. Например, здесь был мой кабинет, приемная. Сейчас оборудованы группы для детей, хотели организовать единое окно, но учитывая то, что в селе необходим детский сад, мы передали здание детям. Пять из десяти комнат в здании переоборудованы под детский сад, а в остальных работают семейные врачи. Кстати говоря, в селе, где проживают более 4 тысяч человек, катастрофически не хватает гинекологов и педиатров. Тяжелые пациенты направляются в ближайший город Ош или Карасуйский район. «У меня инвалидность второй группы. Нуждаюсь в регулярном лечении. Когда чувствую себя плохо, приходится ехать в город. Районная больница находится в 60 километрах, и это расстояние мне очень трудно преодолеть». «Мы стараемся сделать всё, что от нас зависит, удовлетворить потребности больных, создать им лучшие условия». Работники Аилукмуту теперь расположились в контейнере, который раньше использовался как поликлиник, а там оказывают около 10 услуг населению. «В соответствии с новыми требованиями мы получили оборудование, нам передали ряд полномочий, мы теперь здесь регистрируем и выдаём ряд документов, таких как свидетельство о рождении, паспорта и другие». В настоящее время в регионе существует потребность в социальных объектах, таких как сады и больницы. Местные жители надеются на скорейшее разрешение этого вопроса. «Мы не знали, что для детского сада пришлось отдать здание Аилукмуту. Недавно в селе построили школу. Теперь будет решаться вопрос с детским садом». Всего же по Ужской области 31% детей охвачены дошкольным образованием. В области работают 458 детсадов, строят ещё 7. Елена Ткаченко, Нуркас Абдрахманова, Миргуль Бокошева, Акджо Лайбашев, Аллато 24, ОШ.